Привет, Тинзвозь! Ну вот и настал этот день, этот необычный день, этот сумасшедший день. Сегодня весь город перекрыт, парализован. Все ищут и ждут Джастина Бибера. Самого знаменитого тинейджера современности. Что касается меня, я, естественно, тоже сегодня с утра прямо ищу Джастина Бибера. Я искал его сегодня у себя в квартире, потом я искал его в московском метро. Теперь с оператором мы ищем его по всем улицам нашего прекрасного города. Но сейчас, я думаю, найдем его гостиницу и потом, естественно, встретимся в Олимпийском Тинзвозь. Телеканал Тинзвозь узнал, в какой именно московской гостинице остановился Джастин Бибер, кумир миллионов. И вот вчера здесь действительно ночью, по слухам, были миллионы. Сейчас за моей спиной последние выжившие из этого вселенского столпотворения. Пойдемте узнаем вообще, что происходит сейчас. Девчонки, расскажите, сколько вы здесь стоите? Двое суток уже. Двое суток? А как у вас самочувствие? Как вы себя чувствуете? Уставший, не спавший, глотный. Если бы на самом деле Джастин вот сейчас вышел, что бы вы могли ему сказать, рассказать, там может быть? Один вопрос, если бы можно было. Вчера вообще у другого отеля очень много было народу, мы встретились с девочками, ходили по центру, орали песни. А Джастин живет сразу в трех разных отелях, да? На девятом, на девятом, на девятом. Какой-то в девятый этаж? Говорили на девятом. Джастин Бибер живет не только в трех разных отелях, он живет на четырех разных этажах. Итак, Тинзвойс, вот мы и около Олимпийского. Москва ждет, Москва трепещет, Москва встречает, Москва готовится к Джастину Биберу. Здесь, как видите, уже небывалый ажиотаж. Люди занимали здесь места прямо с самого утра, а может быть некоторые и с ночи, и с вечера прошлого дня. Нетрудно догадаться, что здесь разбивали палатки, здесь жгли костры, сменяли друг друга дежурные. В общем, все очень серьезно. Как же ребята ждут Джастина Бибера, ну, в основном, как же его ждут девчонки, мы узнаем у них самих. Бибер, 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 бибер! Скажите, вы давно здесь стоите? Да, с вами давно. Ждете, не дождетесь? Да. Но я уже его увидела, я в Питере была на концерте. Она сфотографировалась. Да, так. Если бы вдруг сейчас вот вышел Джастин, что бы вы ему сказали? Первое, что бы все сказали, даже не сказали, а прокричали. Я с ним фотографировалась, я стояла от него вот так вот. И просто теряешь до речи. То есть я единственное смогла спросить, можно ли тебя обнять, и потом сказала, типа, ты идеальный на английском. То есть это шок. Итак, как мы понимаем, Москва реально и нереально просто готовится к приезду Джастина Бибера. Здесь все его ждут, все жаждут и хотят. Но насколько сам Джастин вообще понимает, что происходит, насколько он знает, как его любят в России, и насколько команда его менеджмента вообще понимает, что происходит. Мы стоим с 6 утра. С 6 утра? С 6 утра стоим. И готовы ждать еще на... Мы его любим! Я люблю Джастина Бибера! Некоторые здесь стоят с 6 утра, некоторые здесь ночевали. Кстати, нас, как и других наших коллег-телевизионщиков, сняли с аккредитации на этот концерт ровно где-то за 2 дня, прям до его начала, волевым решением менеджмента артиста. Нормально, да? В связи с этим возникает такое странное ощущение, что сам Джастин Бибер и его так называемая команда вообще не в курсе, что здесь происходит, как люди ждут этого концерта, как они готовились. То есть, так получается, что Джастин, он вроде как бы вот приехал, а вроде как бы его и никто не видел, и вообще не знает, где он, что с ним, как у него дела вообще. Чай, 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 он не вышел. Почему он к нам не вышел? Да, это... Многие говорят, ну... Тихо! Ходят слухи, что он боится русских билиберов. Почему он не вышел к русским билиберам? С утра вчера ждали возле отеля. Почему ты к нам не вышел? Нет, я, естественно, не буду сейчас вам рассказывать все эти истории про фотографов в Лондоне, про что-то там нашли в грузовике в Стокгольме, наконец, про посещение дома Анны Франк в Голландии. Но факт есть то, что крошка Джастин очень сильно обиделся на прессу, представляете? И, конечно, лучший вариант – это сидеть в своем отеле, игнорировать поклонников, игнорировать прессу. Это, конечно, поступок настоящего большого великого артиста. На самом деле, непонятно, действительно, отношение разных Леди Гаг, Мадонн, Мэрилинов, Мэнсонов к прессе, к нашим журналистам, к нашим коллегам, которые создают им все условия и рекламу их концертов здесь, в России, и которые, по-другому, они жестко ставят просто в такой вот игнор. И, несмотря ни на что, Тинзвойс, оставайтесь людьми, оставайтесь с собой, ребята, и увидимся на майских праздниках. Пока! А компот? Ну, конечно, и компот. Нам удалось пробраться, только очень секретно, на концерт Джастина. Сейчас, 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 сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok